В гостях художник, лауреат специальной премии президента Республики Беларусь, деятелем культуры и искусства Константин Ващенко. Доброе утро, Константин. Очень рада видеть вас сегодня у нас в программе. Доброе утро. Расскажите нам, можно так даже без стеснения чуть-чуть, о той работе, за которую вы удостоились премии президента? Ну, я не вижу смысла стесняться. Да, вот. Поэтому я даже возьму ее сразу. Да. Ну, проект интересный, большой. На пять лет рассчитан был. И вот весной заканчиваем уже. Последние книжки выходят. Ну, все-таки скромно так. На пять лет весной заканчиваем. Все-таки как вам удалось принять в нем участие? Может быть, были какие-то знаки, да? Все-таки в этом году, наверное, особый год для Беларуси. Год 500-летия книгопечатания белорусского. И, наверное, эта книга в этот год имеет особую ценность. Ну, проект так и был рассчитан, чтобы по стечению пяти лет выйти именно в этом году, то есть как раз к 500-летию, скажем, я бы сказал, восточно-европейского книгопечатания. Мы же, скромно белорусского книгопечатания. Проект интересный. Интересный был по работе, так скажем, просто по макетированию. Во-первых, пришлось, не пришлось, а была возможность держать в руках оригиналы. К сожалению, не все, которые здесь собраны. Собраны они с разных стран мира. То есть уже приходили сканы. Что было изучено вами, может быть, какие пласты литературы, что пришлось вообще поднять, да, для того, чтобы проникнуться духом? Ну, у меня, во-первых, своя, я бы сказал, неплохая библиотека, да, и Скорына там, к сожалению, не оригиналы, естественно, занимало достаточно большое место. И, ну, собственно, с детства как бы изучалось. Ну, смотрите, с детства, а вы не считаете, что это какой-то знак, может быть, тоже, да, что вот именно вам удалось потом еще ближе сойтись со Скориной, пропитаться духом? Может быть, все к этому и шло, вот раз прямо с детства вас интересовала эта тема? Ну, может быть, я бы скорее назвал, наверное, это удача. Удача, да? Удача это, ну, и плюс, это уже не первый проект с национальной библиотекой по стародрукам, поэтому, я думаю, поэтому попала вот в нашу дизайн-студию. Ну, нас как женщин, да, интересует еще немного завеса личной жизни. Удалось ли что-то так проникнуться именно настроением его? Ну, что-нибудь, может, нам вот раскроете какую-то тайну, которую, может быть, не все мы вынесли из школы, из университетов, да, а хочется узнать что-то еще больше, больше об этом человеке. Ну, существует несколько легенд, а насчет подтвержденных их очень трудно говорить, это так вот. В эфир сказать то, что не подтвержденно, очень тяжело. Ну, чего же, любые легенды имеют право нажать? Был он женат, уже, как бы, не совсем в молодости, уже достаточно взрослым человеком, у него был сын. Вот, к сожалению, как бы, он там погиб в результате пожара, там, так далее. Больше, ну, очень, вообще меня интересовала больше другая сфера, и вот, как бы, чисто профессиональная. Ну, как, наверное, как любому детям. А каким по характеру он был человек, вам удалось проследить? Ну, трудно сказать, потому что человек должен был быть, как минимум, ну, усидчивый, он должен быть очень целеустремленный, чтобы создать такое количество переводов, напечатать, издать, так скажем, продать. Ну, значит, и коммерческая жилка тоже должна была быть, деловая. Ну, деловая, по крайней мере, была, да. Да, то есть, причем он печатал книги сначала, там, в Праге, да, потом в Вильне, опять-таки, собственно, наладил уже две типографии. Вообще, мне больше интересно было именно, как делалось, да, как сам, как макетировалось, как делались макеты. Это ближе ко мне, да, то есть, получается, ну, что ли, может, так нагло звучит, это как коллеги, да, так как бы, у меня есть свое издательство, у него было издательство. То есть, я там заканчивал графику, то есть, делал гравюры и так далее, так сказать. Ну, как, сейчас проще? Ну, если мы будем обсуждать рынок книжный, то это сейчас сложнее. Короче, по макетированию, да, вот, ну, сейчас куча программ разных, графических редакторов, а раньше как? Ну, как сказать, может быть, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. У него был достаточно определенный набор всегда, то есть, у него, собственно, два основных было набора. Сейчас как бы быстрее. Быстрее. Да, но и, как это сказать, больше, скажем так, сейчас книги разнообразней по верстке, по идее, да, и чтобы не оказаться, так скажем, в хвосте всего этого движения, да, что-то придумать, постоянно что-то новое. А, как всем известно, да, все новое, все уже хорошо забытое, старое. И вот, как бы, вот такая игра постоянная. В этом есть и интерес, конечно. Ну, когда смотришь на эту книгу, конечно же, это уже произведение искусства, даже нечего сомневаться, но все равно книга сегодня, да, теряет свои позиции, наверное. Скажите, вот как вы к этому относитесь и считаете, что электронная книга все-таки победит печатную такую красивую или нет? Уже не победила. Просто, скажем, литература... Книга сейчас просто появится к ней, а ценность книги в другом, да, это в иллюстративном материале, это вообще как коллекционные вещи. И все-таки одно дело, когда книга, получается, заменяет, там, скажем, такие женские романы для поезда, да, то есть, как бы, это одно в электронном виде, это читается хорошо, воспринимается. Все равно на бумажном носителе, по крайней мере для меня, информация воспринимается лучше. Ну, я люблю с карандашиком почитать, да, вынести что-то. А сейчас смотрю, сейчас в электронных книгах тоже, в принципе, есть эти возможности где-то что-то подчеркнуть, сделать, но все равно вот этот хруст страниц-то. Ну, запах, да, запах краски, тактильное ощущение, хорошая бумага, в данном случае очень хорошая бумага, да, ты берешь руки, как говорится, маешь вещь, да, то есть, как-то... А вот 500 лет назад какая бумага? Как вы брали эти книги? Удавалось вот просто взять, почитать? Или это какие-то специальные мероприятия для этого нужно проводить? Ну, домой, естественно, никто не дарит, да, то есть, как бы, открыть в библиотеке удавалось полистать, то есть, как бы, выбрать даже из нескольких книг для съемки, так скажем. Ну, интересно, кстати, цвет бумаги здесь все полностью соответствует, здесь полностью, вот эта копия полная здесь, это соответствует, все утраты, все царапинки, все, цвет бумаги, все, размер, все здесь полностью, вот, точное воспроизведение того, что было. То есть, вот каждое вот это вот, да? Это все? Да, каждое, каждое, даже то, что на обратной стороне, там видно, пробивается с обратной стороны печать, она вот такая была, то есть, никто не счастлив, вот как они есть, сохранились. Или это будет оригинал, который хранится в Белоруссии, или в Украине, или в Швеции, или в Дании, или в Штатах, то есть, вот, все они полностью сохранены. Некоторые книги пришлось собирать из нескольких, то есть, есть книги с Кареной, которые не сохранились в одной библиотеке целиком и полностью. В некоторых перепутаны страницы, которые хранятся. Детектив какой-то прямо, да? Ну, проект интересный, интересный, с которым, так скажем, было не скучно работать все пять лет. То есть, вы работали над ним пять лет, да? И сколько времени занимало это, как полноценный рабочий день? Ну, трудно сказать. Или даже больше? Трудно сказать, нет, такого, конечно, не будет. Все-таки студия не маленькая у нас, и занимается много видеопроектов. А интерес книги от кого, в первую очередь, вы видите? А, в книге в принципе или в конкретной? Именно книги вот к этой? К этому двадцатитомному изданию, да? Кстати, когда его, если сложить так, он выглядит, там больше метра. Ну, это прежде всего сделано как для библиотек, потому что тираж относительно небольшой, порядка, ну, не порядка тысячи экземпляров в каждой книге, в каждого тома. Поэтому это больше представляет такой научно-познавательный такой интерес. А нет ли идей как-то попробовать расширить сферу этих интересов, может быть, сделать чуть проще, и оно за то, чтобы больше людей смогло увидеть? Или вы считаете, что тот, кому нужно, сам найдет? Вопрос сложный. Тут как бы пока рано эта тема говорит, но мысли есть. Продолжение следует...